Приветствую, братва! С вами Сникиджо, и добро пожаловать на колхозный обзор всенаправленного микрофона Antline ModMig 4.0 без кнопки выключения звука. Как и можете слышать, звучит он довольно неплохо, однако в этом обзоре я хочу показать вам его и рассказать, почему вам не стоит покупать его вот прямо сейчас. Даже если вам понравился звук. Микрофон подставляется в картонной коробочке, которая внутри себя содержит чехольчик, который сделан из такого искусственного материала. Внутри этого чехольчика находится сам микрофон вместе с проводами и дополнительными аксессуарами, которые закреплены двумя резинками. И вытаскивать все это барахло на самом деле не очень удобно. Когда мы достаем микрофон, мы видим, что на одной из его сторон имеется тиснение ModMig, а на другой его стороне имеется поп-фильтр с самим микрофоном. Если мы снимем поп-фильтр с этого микрофона, то мы увидим, что капсюль микрофона заключен в корпус, у которого имеются две стороны с отверстиями для звука. Опять-таки это сделано для того, чтобы звук поступал с обоих сторон, и это обеспечивает всенаправленный захват этого микрофона. Микрофон подключается через стандартный 3,5-мм джек, который можно как вставить в звуковой разъем для микрофона вашей материнской платы, так и в разъем для микрофона, например, на камере. Это тот способ, которым пользуюсь я. Помимо самого микрофона, в комплекте также лежит инструкция с информацией об этом микрофоне, о том, как его стоит подключать, о том, как его навесить на наушники и как скрепить провода с идущими в комплекте скрепками. Далее мы можем увидеть спиртовую салфетку, которой следует обработать поверхность перед тем, как прикрепить микрофон к наушникам. А также имеется пакетик, в котором находится запасная наклейка, в случае, если вы хотите переклеить крепление этого микрофона. Также запасное крепление, которое можно прикрепить к другим наушникам. И набор, даже не знаю, как назвать, скрепок, которые позволят вам скрепить ваш провод от наушников с проводом от микрофона, чтобы они не болтались. Прикрепить микрофон к наушникам достаточно просто. Вы обрабатываете спиртовой салфеткой поверхность, а после этого снимаете защитную пленку и приклеиваете крепление вместе с микрофоном в ту позицию, в которой вы хотите его видеть. Когда вы это делаете, имеет смысл учитывать то, что микрофон можно сдвигать. То есть вы можете повернуть микрофон вверх, и вы хотите приклеить микрофон так, чтобы он не мешался, если эти наушники будут лежать на столе. Соответственно, следует учитывать и то, что микрофон можно изгибать, и вы можете построить вот эту дужку под себя. Одним из главных достоинств этого микрофона является то, что вы можете навесить его как на левую, так и на правую чашку наушников. И если вы навешиваете микрофон на правую чашку наушников, то вы можете пропустить провод через рамку ваших наушников, так, чтобы он не мешался вам с правой стороны. Так как в комплекте с этим микрофоном имеется второе крепление, вы можете использовать его для того, чтобы навесить его на вторые наушники, или же, чтобы навесить его на другое ухо. Этот микрофон легко снимается, и вы можете перемещать его как вам удобно и использовать его с несколькими различными парами наушников. И естественно никто не мешает вам изгибать этот микрофон как вам удобно и располагать его так, чтобы захват звука был на лучшем уровне. Что же касается всей направленности этого микрофона, сейчас я его вращаю и вы можете услышать как меняются уровни громкости, а также как меняются захватываемые частоты по мере вращения этого микрофона. Я продолжаю говорить, просто чтобы запомнить эту паузу и чтобы вы услышали, что на самом деле не такое уж и сильное изменение происходит при вращении этого микрофона. Как я уже сказал, для крепления этого микрофона используются вот такие вот клипсы, которые позволяют скрепить провод этого микрофона и провод ваших наушников. Это не самое грамотное решение и в пятой версии ModMic используется оплетка, через которую вы можете продеть ваши провода, чтобы они не болтались. В данном же случае провода расслаиваются и могут зацепиться за какую-то штуковину, а также из-за того, что теперь здесь два провода, эти провода стали тверже и немножечко потеряли гибкость. Это следует учитывать, если вы хотите разместить ваши провода, например, за спиной. А теперь вернемся к тому, почему же не стоит покупать этот микрофон. Как вы, возможно, обратили внимание, я сказал, что микрофон... Так, и я сказал, что он подключен к камере. Так или иначе, мой микрофон подключен к камере. Сделано это потому, что я не сумел его подключить к моей профессиональной звуковой карте. Я пробовал, как подключать через стереоадаптер на 6,3-мм джек и вставлять этот адаптер вместе с джеком микрофона в звуковую карту, так и попробовал поколходить немножечко и закоротить правый и левый канал этого джека, для того, чтобы можно было его вставить внутрь звуковой карты и получить меняемый звук. После того, как это не получилось, я уже сделал более вменяемое решение, в котором я сделал переходник со стерео 3,5-мм на моно 6,3-мм. И это тоже, к сожалению, не получилось. Если кто-нибудь разбирается в том, какая распиновка должна быть в такой ситуации, пожалуйста, скажите мне, потому что с наушниками получилось стерео-моно преобразовать, а вот с микрофоном почему-то нет. И почему так вышло, я не знаю, честно говоря. Сейчас вы слышите, как сильно шумит этот микрофон при подключении к материнской плате Corsair V Formula Z. При этом этот микрофон выкручен на 100% и имеет усиление 30 дБ. Если выкрутить его на 100% и убрать полностью усиление, то звук становится чуть более вменяемый, однако слышно меня намного хуже. И в конце концов, если выставить звук на 75% и при этом софтверно поднять уровень звука до приемлемых значений, то ситуация более-менее выравнивается, и звук становится не таким уж и паршивым. Ну и чисто ради прикола в моей клавиатуре тоже имеется звуковая карта, и вот вам звук без обработки, как он звучит через клавиатуру. Вот, 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 вот. Итак, как вы видите, хоть микрофон и хороший, он не сумеет заменить старый добрый конденсаторник. Несмотря на это, это тот микрофон, который вы сможете взять с собой практически везде, и который будет звучать просто восхитительно, особенно если вы докупите к нему внешнюю USB-звуковую карту, стоимость которой будет примерно равна 25 баксам, и вы можете заказать ее вместе с микрофоном, обычно они идут в комплекте. Сам же этот микрофон без внешней USB-карты и без кнопки выключения будет стоить порядка 4000 рублей, что, в принципе, за звук такого уровня, если у вас есть к чему ее подключить, вполне, по-моему, неплохо. Кажется, это все, ребята, что я хотел вам сегодня рассказать. С вами был Сникиджо. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, выполняйте эту бысковую ручину. Всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok